Всем привет! С вами канал Artmania. И хочу сегодня показать обзор своих цветов. У меня здесь декабрь. Смотрите, он зацвел розовеньким таким цветочком. Цветет он у меня уже второй раз. Второй или третий. Что-то даже два раза было, что ли, в одном месяце или в двух месяцах. Прям рядышком. Тут тоже малюсенький цветочек. Я их полила. Я поливаю их всегда по понедельникам, но сегодня у меня уже среда. Я, к сожалению, забыла. Там еще один бутон зацвел. Еще плюс два бутона. Еще там третий. Третий. Так, здесь у нас что? Третий здесь нету. А еще там два. Как раз вот на днях, наверное, вот зацветет вот этот бутончик. Он растет, растет. А как раз пару дней назад заметила, что красненький появился. А там уже он был большой. Сейчас мы поближе подойдем. Здесь у меня такие дебры. Мне так нравится, что у меня тут такие дебры. Вон какие у него там тычиночки. Тычиночки какие, смотрите. Розовый. Я что-то думала, что он у меня красный почему-то. Он розовый. Обожаю, кстати, декабристов. Прям очень люблю. Там классно как. Очень красиво. Цветет. Там еще один бутон. Это у меня второе. Вернее, первое. Первый декабрист. И у меня там есть еще один. Здесь, кстати, на кактус похож. Вырос какой-то палочкой странный. У него, кстати, формируется ствол потом такой жесткий, когда он старенький становится. Это он у меня уже пересажен один раз. И прямо он пересадил его, и сразу он пошел, пошел. Какие красивые. Здесь какой-то плохой. Один плохой я уже отрывала, больной. Тоже его полила не сразу. Иногда забываю. Так, а здесь у меня долларовое дерево. Есть тут одна. Леточка засохла. Ладно, потом я уберу. Одна засохла. Тут тоже начинает подсыхать. Видимо, ему уже, наверное... Он тоже у меня пересаженный один раз. Ему уже, наверное, тесно здесь. И вдобавок, у меня вот свекровь тут сломала этот горшок. Она его зачем-то взяла вот так вот, и он весь согнулся. Я никогда, кстати, так не беру свои горшки. Я всегда беру двумя руками. Вот так вот с двух сторон. Слава Богу, этот горшок хоть не сломался. Ну, видите, повредился. Придется покупать новый. Наверное, расширяться им придется. Да, и поливаю я очень много, поэтому они у меня все стоят в таких вот штучках. Чтобы не переливалось, чтобы у меня подоконник был чистый. Наверное, это надо новый купить. Вот, и у нас сегодня уже снег. Сегодня прям все утро идет снег. Красиво, тепло так становится на улице. Да, тут что-то пожелтело. Наверное, ему тесно уже становится. Я знаю, если их пересадить, то вот эти становятся еще больше, еще больше. И потом они вот так вот до самого вверх вот так вот вырастут. Так, это у меня вот первая часть моих цветов. И я покажу потом, ну, в принципе, сейчас, да, покажу вторую часть на другом подоконнике. Сейчас они у меня стоят на двух подоконниках. Раньше еще у Димы стояли. Но Дима их стал скалы сбрасывать, поэтому... А, еще на шкафу у меня стоят. Не только на подоконнике. Поэтому сейчас они все вместе стоят у меня. Вот. Здесь мошки всякие летают. Не знаю, откуда берутся, кстати, эти мошки. Скажите мне. От лишней воды, что ли? Вот они дохлые лежат уже. И на том подоконнике у меня тоже. Вот. Ждем. Сейчас я покажу следующий подоконник. Так. Ну, вот обзор моих цветочков, которые стоят в моей комнате. Здесь кактусята. Причем это, по-моему, даже один кактус. Просто вот он вот здесь сломался. Кусок. Я его пересадила сюда. Этот тоже у меня сломался. Уехал в другую семью. Вот. И причем у них дети совершенно разные. Здесь вот больше как огурчики какие-то. Такие. А здесь вот они какие-то корявые. Как маленькие огурчики. А тут как длинные такие. По-моему, это один и тот же. Сейчас уже не помню. По-моему, это он, да. У меня вот выросли. У меня вот выросли. Я у них детей сначала снимала, чтобы они сами росли. А потом просто их так много детишек становится, их уже просто девать некуда. Брать больно никто не берет. Пересаживать это все тоже муторно. И оставила их. У меня тут джунгли. Это вот мой алоэ. Это летом нам бабушка какая-то на улице подошла. Я сказала, возьмите пожалуйста алоэ. За 10 рублей я его вам отдам. Вроде вот я раздаю. Он был в тряпочке замотан. Немножечко корешки там какие-то были. По-моему. Я достала 100 рублей. Говорю, на тебе вроде. Ладно, давайте свое алоэ. Ой, нет, нет, не надо так много денег. Нет, нет, мне не надо. Говорю, берите, берите. Говорю, вам нужнее. И все. Короче, так вот я купила за 100 рублей отросток. Я люблю на самом деле брать больше отростки. Потому что, когда берешь в горшке, пересаживаешь другой горшок, то растение погибает у меня почему-то. Вот там что-то находится такое в горшке. А вот именно отросткам это гораздо лучше. Вот он уже растет. Вот этот уже вырос. Он, кстати, очень растет очень медленно. Я его пришла домой, положила в стаканчик с водичкой. Вот он дал крышки. Потом я ему купила горшочек такой вот розовенький. Не знаю, это девочка или мальчик. Вот, но вот будет у меня в розовом. Тут у него листочек уже лежит от гибискуса. Так, вот этот мы с вами пересаживали. Вместе с вами на него есть ролик. Он у нас когда-то был в стеклянном аквариуме. Таком небольшом. В стеклянной вазе вместе с камнями. Если найду фотографию, то сейчас она у вас на экране появится. Если найду. Вот. И я его вместе с вами пересадила в земельку. Вот. Избавила от камней. И сразу же он пошел. Сразу начал цвести. Он уже цвел, но я так забыла заснять. Вот он уже цветет второй раз. У него такие прекрасные листочки. Такие зеленые. Вот. Вместе с ним было еще одно растение. Но когда мне дарили, мне потом сказали, что одно из растений, как бы, искусственное. То есть, вот он был, как бы, еще вот это растение и еще одно. Я не знала, какое искусственное. И посчитала, что как раз вот тот, третий, искусственный. Оказалось, что он живой. Он за ночь умер. И захотел потом уже жить. Он просто повял. Я думала, он потом оклемается, но нет. Вот. И вот этот, оказывается, тоже живой. У него бывают вот листочки тут подсыхают. Вон они. Но я особо не вижу, чтобы он рос. Как-то это не заметно. Особо. Вот. Напишите в комментариях. Может кто-то узнал, что это за растение. Сейчас я его поверну. Иди ты сюда, что ли. Вот оно. Такие у него какие-то листочки. Он маленький. Он вечно маленький. Не знаю, он вырастет когда-нибудь. Отсоединять я их не стала. Я хотела, но у них так корни сплелись хорошо. Я не стала это делать. Ладно, пускай они растут вместе. По-хорошему, конечно, и тот нужно было тоже сохранить, посадить. Но я подумала, что он искусственный. Он так был похож. И вот этот тоже похож у него тут. Посерединке такая штучка, как будто он действительно искусственный. Но у него бывают корешки сохнут. Так. Ну и здесь у нас последний цветок. Это у меня здесь гибискус. Но, к сожалению, он уже и не цветет больше полугода. Нет, стоп. Больше года, наверное, уже. Да, наверное, даже не в этом году. А в прошлом году я ставила бутылочки вот здесь вот сбоку, когда мы уезжали в путешествие, чтобы он самостоятельно поливался. И, видимо, я повредила какой-то там крышок. И он перестал цвести. Вот так вот. И мы уже его с мамой даже пересаживали в другую землю. У меня вот другой новый горшок. Но он уже после пересадки прошло около полугода. Мы летом его пересаживали. Но нет. Он так и не цветет. Я его и удабривала. У меня вот тут стоит. Вот оно удобрение. Правда, я его поздно начала удабривать. Ну, где-то в течение месяца я его удабривала. Вот. Там написано, что... Короче, не знаю. Не буду сейчас разбираться. Что там, короче, ноябрь еще удабривается. Декабрь, по-моему, нет. Декабрь, январь. И, по-моему, либо февраль, либо март опять начинать удабривать. Вот. Ну, не знаю. В одном месте мне сказали, что если он перестал цвести, то все. Бесполезно. Он уже не будет цвести. Я всячески надеялась. Мне еще сказали, что с ним надо разговаривать. Я с ним пыталась и разговаривала. Вот. Думаю, я точно с ума сойду. И опрыскивала его вот у меня стоит этот. Часто. Вот. Но бесполезно. Это, видимо, надо прям очень-очень долго. Не один месяц. И не два. Это надо постоянно, чтобы было. Не знаю. Кто, может быть, меня смотрит, разводит цветы, напишите в комментариях, что сделать, чтобы он снова зацвел. Очень хочу, чтобы он зацвел. У него очень красивые цветы. Вот. Надеюсь, что кто-нибудь мне напишет. Вот. Периодически он бывает. Появляются желтенькие листочки. Не знаю, с чем это связано. Вот. Ну, и немножко вот эти вот цветочки. Они что-то падают у него. Вот. И вот это тоже. Они тяжелые. Я так поняла. Наверное, становятся и сгинаются. Вот. А, да. И, кстати, я его еще стригла недавно. Те, по-моему, я 22, 13 или 22, я не помню, палочки. Не знаю, как их. Веточки, веточки отстригла. Поставила воду. Но ни одна палочка, ни одна веточка, вернее, не проросла. В итоге они потом все высохли. И все. То есть, вот так вот у нас. И мне еще папа говорил, это цветок папин. То, что именно вот этот цветок, он корни не бросает. То есть, у него не будут, не появятся корни от веточек. Хотя, когда-то очень давно он мне давал три растения. У нас появился один корешок. Но в этот момент мы с Димулько попали в больницу. И за это время он просто высох. Ему никто водичку там не менял. Муж его не смог найти за шторкой на окне. Водичку не подлил. И он просто высох. Здесь у меня вот так красиво. Один кактусенок здесь сидит. Не знаю, пророс он там или не пророс. Ну, вроде зелененький, маленький. Значит, пророс, скорее всего. Потому что обычно они темнеют, если они проросли. Здесь у меня такие мотики маленькие. Такие маленькие. И вон там нарисован цветочек, который иногда меня радует. И напоминает, что когда-нибудь, может быть, этот цветок все-таки прорастет. Вот. Вот. Он был, кстати, когда я его отрезала, он был прямо вот выше. Где-то вот почти вот досюда, уже до потолка. Не до потолка, а вот как бы до края окна он уже доходил. Вот. И, кстати, у меня еще три цветка. Я забыла. Вот здесь у меня еще цветок. Здесь у меня декабрист. Я очень люблю декабристы. Они, ну, неприхотливые. Они растут довольно быстро. Вот. И довольно по ним сразу понятно. То есть, цветочек потрогал. Ага. Воды хватает. Все. Не цветочек, а лапка. Лапка я их называю. То есть, воды достаточно. С ним все в порядке. Вот. Тут у меня дебри такие растут. Конструктор стоит. Вот. Лодочка. Кстати, ее надо будет на елку повесить. И вот здесь у меня тоже цветок. Его я не очень уже люблю, если честно. Он уже периодически начинает подсыхать. Я хочу его предложить соседке. У нас есть соседка. У нее очень-очень-очень много цветов. Быть может, она и возьмет его тоже. Надо было о нем позаботиться еще летом. Потому что сейчас зимой его никто не вынесет на улицу. Он просто погибнет. Вот. Я хочу от него избавиться. Потому что я хочу вот здесь вот ставить свой конструктор. выставлять. И здесь есть тоже вот этот же цветок. Холорофитум. По-моему, он так называется. Он мне нравится. У него детишки есть. Это вот как раз вот ребенок вот этого большого цветка. Вот. Он был, кстати, у него отвалилась, по-моему, вот эта вот штучка. Потому что я его вовремя не полила. Или отваливался, отсыхало. И на нем было несколько, что ли, отродов. Короче, я помню, что вот этот вот отросток был самый-самый маленький, самый слабый. И вот он вырос. Стал таким вот большим, мощным. У него такие мощные, большие, смотрите, листья. Бывает, я, конечно, забываю поливать. Не знаю, в последнее время что-то этот год заканчивается тяжело. И я забываю поливать. И вот он немножечко отсыхает. Вот. Но я всячески стараюсь поливать. Потому что, если забудешь полить, то вот это вот просто отсохнет все дело. А я не хочу. Я хочу, чтобы оно росло. Чтобы его было много. Но, с другой стороны, я понимаю, что, наверное, ему тяжело ее держать. Вот тут. Там довольно много. Я не знаю, как-то, может быть, ее подкрепить, подвесить, что ли. Я даже не знаю. Как вообще другие дела. Или положить ее. А, ее, скорее всего, положить же можно, да? Вот тут как раз. Подвинуть немножко вот этот горшок. Здесь у меня какая-то штучка стоит. Вот он тоже подсыхает. Я его забываю полить. И он подсыхать начинает. Вот и в прошлый раз мне его папа привез. Говорит, это тебе. Воспитывай. Все. А он мне спросил, нужен он мне. Не нужен. Ну, ладно. Поставил. Ну, как бы, да. Классно так вот смотрится. На шкафу стоит. Вот. Но я люблю, когда цветы прям свисают. Когда их вот так вот много. И они прям вот свисают. Вот я со шкафа, с какого-нибудь. Вот я вот так люблю. Вот. И так же папа говорил, то, что если вот так вот пускает он стрелку ровную, значит он болеет. Вот этот, говорит, он уже не закручивается у себя, вот как должен. Он болеет. Вот. Ну, не знаю. Этот только можно поставить тут у него. Такая веточка. Потому что, например, здесь вот Дима у меня периодически стаскивает. Вот он этот кактус уже два раза стаскивал. Только вот отвлекись. И он начинает как будто назло все это стаскивать. И на него все это падал. Вот он уже падал. Уже ломался. Кстати, у него его часть кактуса проросла самостоятельно. Лежал-лежал он у меня и просто появились корни. И все. Вот эти, кстати, тоже есть корешки. Маленькие есть. Окно грязное. Там на балконе, вернее, у меня много всего. Вот. Давайте теперь посмотрим просто наши цветочки. Какой он большой, классный. Он расцветет. Я вам его покажу. Какие длинные. Они как огурцы. А эти какие-то огурчики такие другие. отличаются очень. Решила обратно сюда зайти. Снова здесь цветочек у нас распускается. В этом году он прям вообще, у него очень много бутонов. Вон там три, четыре, пять, шесть. То есть с этой стороны шесть. А подождите, там еще растет. Вот тут вот еще один маленький. Тут какая-то пипка растет. Уже выросла, большая стала. Вот тут он на кончиках немножко подсыхает периодически. Начал. И там вот у меня прям дебри-дебри. Там сколько еще бутонов? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. Нифига себе. И плюс там два. И еще до этого он сколько цвел. Вообще офигеть. Самое интересное, смотрите, он цветет ближе к окну. То есть, а здесь вот они пустые. Ближе к окну которые. Там света больше. А вот еще один маленький. Он как его прям выгнала. Класс. Цветет на этом окне. Я хочу, чтобы он у меня цвел. Здесь света, что ли, наверное, больше. И тут, кстати, я увидела, стрелку дал. Одна была засохла. Здесь как-то вот она засохла и осталась вот такая вот штучка. Не полностью она засохла. Не знаю почему. То ли у меня уже было там отрезано, то ли нет. По большому счету у меня еще вот тут отрезано. Вот. И вот эта вот желтая, она начинает подсыхать. Самая такая, по-моему, она помощнее, побольше. Видимо, ему уже места не очень здесь много. Или, может быть, вот то, что вот у меня здесь, видите, неровно. То есть свекровь взяла вот так вот горшок. В принципе, вот так брать нельзя. И тут деформировалась, может быть, из-за этого. Либо, может быть, там мошки поселились. Они вон бегают. Кстати, напишите в комментариях, у кого мошки есть в цветах. И как с ними бороться. Потому что, что-то я замечаю, их довольно много становится. Наверное, это перелив. Переливаю я слишком. Ну, как от них избавиться хотя бы. Ну, вот здесь прям корни появляются. Класс! Он еще будет свисти. Ну, жалко, что его сейчас нельзя переставлять. Потому что, если переставишь, он засохнет. Я бы его к себе поставила. Ой, видите, сколько там летает мошек. И вот тут у Женьки падает, умирает. Ну, вот скоро будет еще один. Ура! А то, я думаю, он уже стоит столько времени. Мы как-то с вами смотрели, как растет, по-моему. Не знаю, вот этот вот, что ли. Я каждый день записывала, как он растет. Это гораздо проще, наверное, мне кажется, поставить камеру. И чтоб она сутками прям писала, 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 записывала. Я думаю, только так. Как бывает, смотришь в быстром режиме. Там, как цветок распускается. Так же тут, какой классный. Такой розенький. Вот я хочу, мечтаю еще о декабристе белом. И хочу синий. Не знаю, но синих, по-моему, не существует. Либо желтый, либо вот чтоб разнообразие было. У меня розовый. Красный как-то, не знаю, они рядом как-то будут. Не очень. И знаю, что у декабристы бывают еще другие. Какие-то с острыми вот тут кончиками. У меня здесь более закругленные. Вот все, я уже наболтала много. Всем спасибо за просмотр. С вами был канал ArtMoney. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok